Всем привет! Меня зовут Катя Туру, и у меня нет сил записывать это видео, потому что у меня сейчас была регулярная встреча с моим партнёром в Чили, и для меня это типа как пинок от ментора. Вот, и я хотела поделиться просто моментами, которые всегда остаются до трассы, типа за занавесом, которые обычно вообще не принято показывать. После видео про випассову, мне там был один комментарий, мне написали, а что же это ты нашла себя, а потом пошла к психологу? Рост любой, он предполагает прохождение через кучу пиздецов, и, как правило, то, что ты прошёл через что-то, единожды тебе не обеспечивает прекрасный чистый путь впереди. Если кто-то подумал, что можно съездить на випассану и там просветиться, как это сказать, да, понять, как мир устроен, и жить счастливо, удачи. Ну, на самом деле, это вот просто единичный момент, который ты, дай бог, понимаешь, а я видела, что не все понимают, потому что там на випассане же было много людей, которые уже второй раз приезжали, и, ну, как бы по ним видно, что такое ощущение, что люди просто сидят, да, то есть то, как ты, ну, вообще идёшь, стремишься что-то понять, оно тоже заметно. Поэтому, если ты один раз решился начать свой бизнес, это не значит, что ты этим себе обеспечил теперь беззаботную жизнь. Блин, мне просто хочется поделиться, потому что у меня 500 заметок, и меня бесит, что каждый раз, типа, эти темы всплывают, но вот оно так работает. Ты что-то можешь понять, вот оно, мысль пришла, это как учить новые слова в языке. Ты его увидел, но это не значит, что ты его выучил. И вот жизнь, это, короче, постоянные вот такие уроки в отношениях, может повторяться, типа, то же самое, пока вот ты не поймёшь. И оно уж реально 10 раз происходит, и кто-то так всю жизнь живёт, и, типа, каждое утро встаёт и смотрит, блин, что это у меня там муж играет в телефоне, а он каждое утро это делает. И люди искренне каждое утро, блин, удивляются, что, а, как так? Вчера же так же было, ни ты не поменял отношение своё, ни он не поменял свои действия, видимо, потому что не хочет менять. И вот у тебя есть выбор, ты как-то живёшь в условиях, которые тебе предлагает жизнь, или ноешь. Вот, и тут примерно так же, что... Просто, чтобы вы понимали, вот кто следил за моим каналом, у меня с 2018 года свой проект. Это значит, что я нигде официально не трудоустроена, после того, как я поработала в Малайзии, я заметила, что, ну, ты сильно обтягиваешься. В общем, тогда у меня было чёткое решение, как бы у меня всегда было, почему-то, то есть я с уважением отношусь, естественно, к работе на кого-то, но у меня лично было отторжение. Я в университете не хотела идти на практику, я как только поняла, что можно что-то делать самому эффективнее, меньше времени затрачивать, делать что-то, что тебе нравится, и зарабатывать деньги, с тех пор, вот, хорошо, с 2018 года так сложилось, что у меня мои интересы совпали с моей бизнес-идеей. У меня был проект Туру, и тут я чуть-чуть паною, две минутки паною. У меня был проект. Что значит был проект? Я на своей любви к родине и знании языков предпринимательской жилки начала с нуля проект, который сразу же стал приносить деньги. Это была изначально транссип, да, идея путешествия. Я сама съездила бесплатно в транссип, потому что мне купили мою поездку, свозила кучу насранцев. Думаю, круто, так можно, оно работает. Потом у меня был кризис, потому что вообще я приехала в январе в Россию, и я хотела... Блин, просто капец, это, типа, ну, реально так же постоянно повторяется, что ты, типа, делаешь шаг вперёд, и потом приходится расти, приходится проходить через какую-то пиздец. Типа, невозможно просто на лайте, так, типа, просто приходится расти, потому что тебе кажется, что это никому не нужно. Тебе кажется, что, блин, не получилось то, что я хотела, значит, я говно. Я что-то не то делаю, это вообще никому не нужно. Просто очень много возникает говна в голове. И вот я, типа, у меня реально был успех сначала. Я, кстати, проверяю, у меня микрофончик новый вот такой, он беспроводной. Я прям специально записываю видео этого в своей квартире сейчас, потому что она такая, типа, маленькая, стрёмная, тут жили непонятно какие люди пока. А вот эти годы я в другом месте жила, то за границей, то здесь. И вот мне кажется, это прям показательно. Потому что сейчас у меня момент, когда должен начать расти мой проект по русскому языку. И вот мы дошли до этого момента, и сейчас я подведу. Но вот теперь я опять сижу здесь с, как бы, необходимостью принимать сложные решения. Короче, я начала туру в феврале, провела первую вечеринку для иностранцев. Пришло 100 человек. Типа, я просто оформила ивент в Фейсбуке, мероприятие, сделала тему «Скучаем по лету», «Missing Summer». И мы все пришли в феврале в минус 20 в этих гавайских нарядах, солнечных очках. И, типа, всем понравилось. Я заработала свои первые 7 тысяч рублей на этом проекте. И мне казалось, блин, там была, типа, скидка для студентов с моего универа. И вот, не знаю, по 200 рублей они там пришли. Сколько-то, короче, кто-то 500. И мне казалось, что, блин, круто, я что-то заработала. Это было самое начало. И потом вот «Транссиб» первый, было 4 человека, там не сильно окупилось. Во второй у меня уже поехало 18. Ну, 16, наверное, 16. И я такая, блин, вот я вернулась из него, был конец мая. А это был 2018 год, год чемпионата мира. И, короче, я приезжаю и понимаю, что сейчас начнется чемпионат, а у меня ничего не получается. Ну, то есть, то, что я хотела, я вернулась из Малайзии, чтобы сделать какой-то бизнес к чемпионату мира. А туру относилась к эксченджерам, к тем, которые приехали на полгода. И, типа, я что-то пыталась, у меня были какие-то crazy идеи, типа, разместить experiences на, как, экскурсии появились как раз в тот момент на Airbnb. На Airbnb появились, и я разместила кучу, типа, экскурсий прикольных, которые иностранцы, там, туристы могли бы, это, у меня никакие не одобрили. То есть, я потратила кучу времени, чтобы там все это заполнить, и на Airbnb ничего не одобрили, потому что там нужны были какие-то хорошие фотографии, или, типа, им не понравилась идея, я не помню. И в итоге ничего, и еще у меня была идея, чтобы, типа, фотографироваться с кем-то в русском костюме, или, наоборот, надевать его. Потому что я один раз, когда мы на юге были с родителями, и там просто валялись костюмы эти, ну, не средневеково, а наши вот императорские всякие богатые костюмы, и можно было вот на себя надеть, как халат, и сфоткаться. И я подумала, вот так же сделаю с русской одеждой. Ну, то есть, я как-то всегда точно так мыслила, но креативно. И вот я ходила один раз по центру в этом костюме, и мне только все прохожие говорили, о, Маруся идет, о, Маруся идет. Я думаю, блин, как дура. Иду там, прикиньте, типа, чтобы со мной сфоткался кто-то за деньги, или кто-то одел русский костюм. Ну, в общем, и тут-вот момент у меня наступил кризис, я подумала, блин, что я вообще делаю, у меня ничего не получается. И я помню, у меня тогда был молодой человек, француз, и он мне говорил по телефону, что... Катя, ты чего? Ты же сделала транссип. Ты же сделала транссип. Ты свозила людей в транссип. И он со стороны, со своей, там, студенческой перспективы мне говорит, у тебя, типа, так круто, профессионально выглядит твой сайт. Все так, типа, лого, все так круто, профессионально. Я говорю, да? А мне вот так не кажется. Ну, потому что в моменте тебе кажется, что ты делаешь какую-то фигню, и что это никому не нужно. Сейчас такого нет, но такое было начало. Потом, в начале июля я придумала новую идею, и она бомбанула в следующий же семестр. Это было в складчину квартиры сдавать. То есть в центре квартир четырехкомнатная, и мы контактировали с собственниками или с управленческими компаниями, и сдавали намного дороже студентам иностранцам. То есть им выгодно, потому что, во-первых, там, в общем, все на английском, все договорено, и они снимают только комнату, и им не надо искать с кем снимать, а мы вот их объединять. В общем, все хорошо. Все, типа, пошло, и я стала опять зарабатывать там. Там были свои ошибки, я наняла кучу студентов, стажерами, и там не было суперзаработка, но оно работало. И все вроде только начало расти, какие-то были местные сложности, но потом раз, и... Блин, вот опять уже 11 минут говорю. Суть такая, что потом херокнула пандемия, и все уехали. И я, наверное, два месяца еще платила зарплату. У меня остались еще две девочки работали. Одна делала мне контент в Инстаграм, вторая была, типа, моим секретарем, и что-то мне помогало. Я им еще платила деньги. То есть мы пытались дальше что-то делать, непонятно зачем. Выручки никакой. То есть это просто вбухивание бабла. Потом до меня дошло, что это все как бы не прекратится в ближайшее время, и в сентябре никто не приедет. Перестала платить зарплату. И вот стала преподавать русский. Просто в какой-то момент, понимаешь, у меня нет денег, написала в фейсбуке, ребята, кому надо, русский преподаю. Это вот первый раз я начала преподавать русский. Хотя у меня уже был канал на ютубе. Потому что зачем я его делала? Ну, мне хотелось, я делала. Поэтому кто-то вот из знакомых из универа взяли, сняли. И что происходит потом? Потом я ждала момента, когда кончится пандемия, сейчас приедут все, и я начну заново. У меня наконец-то удвоится мой доход. Потому что до этого у меня еще был трансфиб, который еще там 10 групп съездила. И что-то было вот всегда и тут, и там, и тут, и там. Да, и тут пандемия это все отменила. Я, ладно, зарабатываю на русском языке. Хрен с ним, у меня много учеников, мне решилось работать. И дальше возвращаются студенты. И вроде как вот он момент, когда я могу и на том, и на том зарабатывать. Потом настал февраль. В общем, короче, там, наверное, февраль после настал. Еще перед этим мне предложил вот этот как раз партнер из Чили делать курс. И я переделала все на испанский. То есть все мои соцсети, все, что я с нуля. Потому что я уже сделала, короче, через какое-то время аккаунт мой русский. И типа начала там про русский язык продвигать его. Все, чтобы начала продавать марафоны. У меня стали продаваться марафоны. И там типа было немного, но вот начало продаваться. Типа я сама с нуля опять сделала. И оно работало. И вот мы переделали, сделали курс. И он все правильно мне посоветовал, чтобы там было более масштабно. Чтобы этот курс там был с каким-то результатом на 6 месяцев. И, блядь, проходит год. И как бы с учетом всего. Мы все равно все в плюс отработали. Все было очень классно. И типа у меня очень много отзывов крутых от учеников слов теплых. Я знаю, что это полезно. Но, блядь, не растет. Ну, то есть, значит, надо начинать что-то другое. И как бы это звучит опять так, что типа... Я такая, блин, да я же сюда вложилась. Все же вроде нормально. Ну, вот. Но в какой-то момент просто тебе приходится встать и признать, что то, что ты делаешь, оно, ну, вот не идет туда, куда тебе хочется. И как бы ты либо продолжаешь пинать эту дохлую лошадь и посмотрим, дохла она или нет. Потому что иногда вот оно типа ок. И вот думаю, блин, мы же просто с этого же и начинали. С того, что многие живут просто в этой comfort zone. Типа тебе там ок. Но это вообще не уровень твоего потенциала и не то, что чего-то на самом деле хочешь. Потому что я знаю, что я хочу. И как бы оно забывается, когда ты вот сидишь, работаешь. И потом ты такой, ой, а я же вот в Мексику хотела съездить. А я же вот хотела бы там и там жить. Хотела бы вот в другом месте жить, а не здесь. А хотела бы там что-то другое купить. На Новый год куда-то другое место съездить с семьей. И ты как бы такой, ой, а что не так-то? Я же вроде вот работаю. Ну, я работаю как бы, чтобы поесть, чтобы, ну вот, чтобы потратить. И вот оно всплывает, что, Катя, а зачем ты вообще все это делаешь? Вот у меня написано «Лай». Ведь больше денег, больше ответственности. Я сегодня прочитала книгу «Думай, как миллионер». Вообще так не думаю. Куча говна в башке. И вот что сейчас делать? Как бы понимаешь, что то, что ты вложился, оно может и круто. Все вообще классно. Прям норм. Но для того, чтобы идти дальше... Надо что-то менять. И никто не хочет менять. Блядь. Ну, можно я не буду менять. Можно уже просто, типа, понакатанный. Ну, хоть когда-нибудь понакатанный. Чтоб не было такого, что каждый год просто нахуй обнуляем. Все с нуля. Не, можно сделать кучу всего. Всегда есть миллион вариантов. Можно продолжить. Можно поменять то. Оптимизировать, хуэмизировать. Но дело не в этом. Просто, слава богу, я начала в 2018 году. У меня 4 года опыта вот этого полета свободного. Короче, типа, что в книге вот в этой дохрена было написано, что все завидуют богатым. А на самом деле не надо завидовать, потому что, ну, если ты хочешь таким же стать, то надо, наоборот, к ним хорошо относиться. И вот много там загонов таких, что, типа, никто не хочет, блядь, работать много. Или никто не хочет делать то, что им не хочется. И вот это я сейчас. Я хочу, чтобы, блин, просто, типа, я продолжала, смотрите. Вот, типа, я настолько в этой идее, настолько я прониклась всем этим русским языком. Мне так нравится. У меня бабушка была преподом русского. И, ну, типа, это прям мое. Вот, латиноамериканцы, мне с ними нравится работать. Такая миссия, типа, русский язык. И так вот я языки люблю. Я готова еще свой курс делать. Я готова дальше там что-нибудь придумать им. Крутые постики писать, песенки разбирать. Блядь, ну, почему? Почему? Ой, это просто бесит. Короче, значит, что, если вы хотите, это миссия успела. Если мы хотим, блядь, что-то еще, кроме вот этого, то надо проходить через сложности. Вот такая мысль у меня. Ха-ха. Типа, что ты выбираешь цель, а потом средство, как туда добраться. Если вот эта, блядь, машина. Вот сегодня у меня отличный был пример, блядь. Велосипед, говорит. Катя, у тебя уже есть велосипед? Я знаю. Но ты, блядь, на нем не доедешь в Москву. Ну, нет, в Москву вот доедешь за неделю. Или там. Короче, до Дубая не доедешь. Да уж и другой транспорт. Блядь. Просто нахуй. Просто бесит. Увидимся в серии 2.